Меня зовут Алексей Носков. Я сегодня расскажу про недавно завершившееся соревнование на Кагле Bosch Production Line Performance. Сам я занимаюсь Data Science около двух лет. Начинал сначала с курса на Coursera, потом с Кагле, как раз где более-менее регулярно я участвую. При этом работаю в компании Will Martians, где я занимаюсь пополам разработкой и Data Science. Сама задача в соревновании состояла в следующем. У Bosch есть какой-то завод, на котором производятся какие-то детали. Они движутся по различным производственным линиям, проходят через различные станции, на которых с ними что-то происходит, производятся какие-то операции и снимаются какие-то измерения. После того, как деталь прошла всю эту линию, нам известно, получилось ли она хорошая или там имеется какой-то брак. И, соответственно, задача состояла в том, чтобы предсказать по значениям тех показаний, которые были сняты в процессе производства, где будет брак. При этом интересным моментом было то, что выборка была разделена не по времени, как часто делается для предсказания чего-то в будущем, а случайно. То есть для Bosch в принципе было абсолютно нормально, что мы будем предсказывать брак по более поздним, например, деталям. Собственно, в задаче было порядка двух с лишним миллионов строк, половина из которых был тренировочный набор, половина тест, из которого 30% открытая часть. И на этих двух миллионах строк были четыре с лишним тысячи признаков, которые как раз соответствовали этим произошедшим измерениям. Они были числовые континусы, сразу стандартизованные, временные, какие-то даты от некоторой неизвестной точки в некоторых неизвестных единицах, и категориальные, которые, судя по всему, представляли на самом деле какие-то коды от SCADA, но точное значение мы их, разумеется, не знали. Все признаки, разумеется, в общем-то, были зашифрованы, никакого смысла их мы не знали, и поэтому приходилось как-то с этим разбираться. Кроме того, такой совокупный объем данных, два миллиона примеров на четыре тысячи признаков, не позволял все это так просто уместить сразу там в памяти, запустить XBOOST на всем, на обычной десктопной машине. То есть можно было это сделать, имея какой-нибудь сервер с сотней гигабайт памяти, и это, соответственно, вызывало поначалу вопросы у многих участников. Второй особенностью задачи было то, что положительных примеров брака было очень мало, буквально половина процента, и в качестве метрики использовалась такая штука, как Maters Correlation Coefficient, которую я до этого не встречал, вообще говоря. Это метрика, которая считается по вот такой страшной формуле, по confusion matrix. То есть важно то, что она, в отличие от ROC-AUK, например, оперирует не выдаваемыми вероятностями, а непосредственно прогнозами 0 или 1. Совместно с количеством положительных примеров это приводило к тому, что, вообще говоря, там у нас получалось буквально несколько тысяч положительных примеров, несколько тысяч предсказаний положительных, и, учитывая то, что некоторые строки предсказывались достаточно хорошо, буквально около пары сотен примеров, которые, судя по всему, что-то решали на Ледогорде. И, собственно, в процессе участников по нашим приблизительным подсчетам разделяли иногда там буквально несколько различных предсказаний. То есть там кто-то предсказал буквально там на 2-3 примера больше. Собственно, я участвовал в составе команды с более опытными каглерами. Лидером команды был Гильберта, который сейчас второй в рейтинге. Они, собственно, образовали изначально команду с Михаилом Джагером и Датагиком. И где-то в конце октября я к ним присоединился, когда дошел где-то до пятого места в лидерборде. Собственно, после объединения мы, достаточно быстро просто объединив наши последние сабмишены, вышли на первое место и достаточно долго его держали, но в конце вскатились немного вниз. Собственно, в процессе работы команды, как происходила организация, мы координировались в чате в Slack, использовали, разумеется, общий файл с cross-validation разбиением, обменивались в первую очередь файлами с прогнозами наших моделей, которые там каждый кто-то готовил, и файлами с фичами, если там находилось что-то интересное. Далее перейдем, собственно, к задаче. Первое, что, в общем-то, в ней, разумеется, надо было делать, это произвести минимальную подготовку. Из этих всех столбцов, которые там присутствовали, достаточно много, особенно среди категориальных признаков, вообще говоря, имели буквально единственное значение, то есть, например, были пропущены всюду, и было очень много дубликатов. После удаления таких столбцов количество данных уже несколько уменьшалось, то есть получалось чуть больше тысячи различных столбцов, но все равно как бы с этим было работать достаточно тяжело. Дальше на этих столбцах, разумеется, можно было выделить некоторые базовые признаки, которые в дальнейшем скармливались моделям. Разумеется, по различным станциям можно было брать среднее, минимум, максимум, рейндж. Кроме того, можно аналогично было группировать не по одной станции, а по группам станций, которые, судя по всему, проходились деталями вместе, что можно было определить как раз по паттерну пропусков. Количество проходимых станций, информация о начальной и конечной станции, информация о количестве пропущенных и непропущенных значений. И, что интересно, достаточно неплохим признаком у меня оказывалось, например, количество точных нулей в числовых столбцах, то есть именно непропущенных значений, а случаев, когда признак имел значение, и это значение было в точности равно нулю. Кроме того, сюда же можно добавить, в принципе, категориальные признаки, которые, разумеется, можно было кодировать с помощью дамепеременных, но на самом деле мы из них не смогли извлечь особенно много пользы. Другие команды, как в конце я расскажу, нашли кое-что. Соответственно, более интересными были даты. Достаточно быстро в начале соревнования Белуга выложил скрипт, в котором на основании анализа автокорреляции количество записей по датам на каждой станции предположил, что каждый тик в данных, это, соответственно, одна сотая, представлял из себя шесть минут. Соответственно, после того, как перевести даты в такое представление, можно было увидеть, что количество деталей имеет некоторые суточные и недельные циклы, были прекрасно видны выходные, когда производство там практически останавливалось. И, соответственно, на этих датах можно было выделить такие признаки, как время прохождения линии, количество, соответственно, выходных, которые проходят во время прохождения линии, то есть если там деталь задержалась где-то на линии на выходные, это, в принципе, что-то значило. Это среднее время, в которое находилось детально линии и так далее. Но это, в принципе, помогало, но так, чуть-чуть. Более интересными оказались следующие предположения. Во-первых, собственно, брак, он возникает в результате каких-то сбоев на станции. Первое предположение было, что, возможно, сбои, они происходят из-за возрастающей какой-то нагрузки на станции. И это привело к тому, что мы пытались кодировать даты количеством примеров, которые имелись на данную конкретную дату, на каждую станцию. Это дало, в общем-то, весьма неплохие результаты. Но еще лучше оказалось следующее. Поскольку сбой на станции, опять же, может затрагивать некоторое количество примеров, можно вычислять количество сбоев, которые видны в данных в этот же момент времени на этой же станции. Ну, разумеется, это надо считать внутри уже циверазбиение, так, чтобы не переобучаться. И, соответственно, чтобы, опять же, не переобучиться очень сильно на этом признаке, их можно суммировать станции по соответствующим линиям, получить таким образом, ну, буквально несколько признаков, но которые оказались очень значимыми. Но самое интересное было дальше. Оказалось, что некоторые строки в исходных данных оказались практически идентичны. И при этом они имели последовательные идентификаторы. При этом, как оказалось, в таких дублирующихся строках сбои бывали значительно чаще. То есть это выглядело как какая-то утечка данных и, собственно, вызвало достаточно бурное обсуждение на форуме. Но в итоге природа на данный момент так и неизвестна. Кто-то предполагает, что это действительно какая-то утечка, произошедшая при подготовке, но, скорее всего, это все-таки была некоторая реальная особенность данных. Судя по уклончивым ответам администрации Kaggle на других темах. И, в общем-то, наверное, наилучшее объяснение, которое это можно дать, было предложено пользователем Винсенсом Гайтаном, которое стоит в том, что после сбоя в обменных данных SCADA, собственно, может повторять последние известные значения. Таким образом, если у нас произошел какой-то там сбой питания, например, из-за чего оборвалась передача данных, с одной стороны мы можем получить какое-то количество брака возросшее, с другой же стороны мы получаем как раз какие-то подобные дубликаты. Но на самом деле все не ограничивалось дубликатами. Если присмотреться дальше, можно, во-первых, увидеть, что это часто были группы из более чем двух или трех примеров. Например, вот здесь группа из семи примеров, которые практически одинаковые на большинстве столбцов, но отличаются последними столбцами, при этом также, в общем-то, могут быть подразбиты на какие-то группы. Таким образом, видно, что из группы одинаковых детали до какой-то станции обрабатывались одинаково, а дальше происходили какие-то различия. И, судя по всему, эти паттерны по таким почти дубликатам и более мелким группам позволяли, соответственно, еще улучшить результат по сравнению с исходной утечкой. Как, собственно, она могла использоваться? Первый классический вариант использования, наиболее известный, который был раскрыт в скрипте пользователям Farron, это ставил в том, что мы можем отсортировать все строки по минимальной дате. Соответственно, таким образом, у нас группы с минимальной датой, они будут представлять из себя последовательности одинаковых айдичников, и мы можем взять разность с предыдущим и следующим айдичником, в этих последовательностях. И она, в принципе, будет определять, как раз находится ли строка на границе группа, где-то в средине или вообще единичная. Кроме этого, соответственно, этот скрипт можно было дополнить тем, чтобы, во-первых, кроме того, чтобы просто считать разность в айдичников, ориентироваться на факт сбоя в соседних примерах, поскольку, в общем-то, также достаточно быстро после обнаружения этого лика можно было найти, что не просто сбои в группах более вероятны, но если хотя бы одна строка из группы была, соответственно, сбойной, то, скорее всего, в остальных строках вероятность сбоя также значительно увеличивалась. Еще момент, чтобы изначальный вот такой скрипт Фарона и факт сбоя в соседних, они не учитывают вот этой более тонкой структуры с расхождением на последних станциях. Можно было дополнительно ее учесть, используя признак наподобие отличия максимальной даты в соседних строках. Таким образом, с одной стороны, у нас есть признаки, которые позволяют выделить эти крупные группы по разнице айдичников по минимальной дате, а дальше по факту отличия максимальной даты, соответственно, модель может отличить уже более мелкие группы между собой. Другой вариант использования этого лика, который, соответственно, я использовал в своих моделях до появления скрипта и потом использовался параллельно также, это то, что можно не сортировать, а просто оценивать для всех строк похожесть на строку сверху и снизу. В данном случае было достаточно просто считать количество столбцов, которые отличались в предыдущей и в последующей строках. Такой вариант сразу позволял, в общем-то, учесть такие более тонкие отличия, поскольку получается, что в случае полных дубликатов мы там получаем ноль отличий, в случае, если у нас там что-то поменялось буквально чуть-чуть, мы получаем отличия там в нескольких столбцах. И третий вариант, можно непосредственно попытаться выделять группы дубликатов, оценивать с одной стороны размер группы, а с другой стороны оценивать позицию строки в группе, поскольку, как оказалось, последняя строка в группе имеет наименьшую вероятность появления сбоя. То есть это может в некотором смысле объясняться тем, что там происходит какой-то повтор или, возможно, что последняя деталь наиболее часто является корректной, а то, что до этого, это возникали какие-то артефакты обработки. Собственно, использование подобных как раз признаков позволяло выйти в паблик-ледерборде от МЦЦ порядка 0,3, которое получалось при использовании признаков без использования вот этого свойства, к МЦЦ 0,4 и более. Ну и, соответственно, путем комбинации некоторых признаков моделей в общем-то ТОП сгруппировался в районе МЦЦ 0,5 и дальше уже, в общем-то, борьба шла на сотые где-то, что как раз представляло из себя, учитывая небольшое количество примеров, буквально десятки или даже единицы удачно предсказанных строк. Собственно, мы использовали на этих признаках что? В первую очередь, разумеется, как бы XGBoost, куда же без него. Мы для этого использовали, как правило, модели глубины приблизительно 9, иногда чуть больше, чуть меньше, и тренировали их с двумя тысячами итераций на различных холдах. Но также, соответственно, включали, соответственно, нейронные сети, как построенные с MXNet, так и с Keras, поскольку часть участников использовала R, часть Python, как правило, соответственно, в 2-3 скрытых слоя. Ну и также более слабые модели тоже, в общем-то, давали в дальнейшем профит в ансамбле, как, соответственно, случайный лекс, стригленные рандома и стрис, они, в общем-то, тоже были полезны. При этом в XGBoost из-за размера данных я, например, не обучал его на всех полутора тысячах признаках, плюс дополнительных, использовал, соответственно, следующую штуку. Внутри каждого фолдаст, сначала прогонял несколько десятков итераций на каком-то небольшом сэмпле данных, после этого, соответственно, выбирались наиболее значимые с его точки зрения признаков, с ними уже загружались все данные для этого фолда, и, соответственно, тогда уже гнались 2000 итераций. Это позволяло значительно ускорить поиск, но, тем не менее, все равно это тренировалось у меня порядка нескольких часов, соответственно, на всю модель. Для кросс-валидации мы использовали обычный Stratified Cofold с пятью фолдами, и здесь же важный момент, поскольку нам необходимо предсказывать непосредственно 0 и 1, нам необходимо выбрать порог, соответственно, и мы его выбирали, соответственно, по МЦЦ, просто на Outofold прогнозах, выбирая, где, соответственно, он получался лучше. Это, похоже, оба этих решения были, видимо, не очень удачными, поскольку где-то начиная как раз, когда результат стал приближаться к 0.5, кросс-валидация начинала работать у нас очень плохо, она практически перестала коррелировать с лидербордом, и, в общем, это создало значительные проблемы. В частности, соответственно, выбор порога, поскольку МЦЦ был очень чувствителен к небольшим, соответственно, изменениям на вот эти вот буквально пару записей приводил к тому, что оценки получались очень шумными. Соответственно, кроме этого, на тех предыдущих моделях мы обучали, соответственно, второй уровень, разумеется, там у нас использовался XGBoost в первую очередь и, соответственно, те же самые нейронные сети. Мы обучали его в том же самом Stratified ECOFold, на тех же самых фолдах, просто на Outofold прогнозах первого уровня, ну и, соответственно, кроссфолидировали на том же разбиении и в итоге для Submission усредняли несколько моделей второго уровня, но усредняли, опять же, непосредственно прогнозы моделей вероятности, не результаты после выбора прогноза, что также, возможно, было не очень хорошим решением из-за неустойчивости как раз выбора порога для оптимизации МЦЦ. В результате мы свалились где-то в последнюю неделю. Сначала в паблик лидерборде мы опустились на третье место, когда нас обошло две команды с достаточно неплохим отрывом, а в конце на private лидерборде свалились еще на три места, до шестого, потому что, как оказалось, где-то в процессе из-за как раз неудачной кроссвалидации, неустойчивого выбора МЦЦ, мы завершили паблик лидерборд, где-то попав, видимо, в локальный такой максимум по скорой. В дальнейшем, получается, не могли его улучшить простым улучшением модели и скакали в все более переобученную позицию. Практически все наши изменения за последние недели не несли особенных улучшений, в то время как, соответственно, конкуренты справились с этой проблемой и в итоге нас обогнали. Собственно, для обучения всего этого дела использовались следующие вычислительные ресурсы. Я начинал с использования ноутбука, на котором два ядра, четыре потока и, на самом деле, 16 гигабайт свободной памяти, но поскольку я не планировал останавливать другие активности, другой машины у меня не было, я постарался оптимизировать использование памяти и отдал где-то на обучение порядка 8 гигабайт, чтобы пиковое потребление за это не выходило. Об этом я сейчас чуть расскажу подробнее, как это можно было сделать. Впоследствии, для того, чтобы ускорить обучение моделей, когда мы стали обучать много разных, посмотреть, что даст улучшение, я использовал спот-инстансы амазоновские с 8 и 16 ядрами. Поскольку у меня было потребление памяти оптимизировано, то память инстансов меня вообще не волновала. Но с ними сейчас, конечно, все проблематично, цены очень скачут, иногда поднимаются в какие-то безумные значения. Но, в общем-то, аккуратно подобрав момент, выбрав регион, можно было найти промежутки времени, на которых цены оставались в диапазоне от 10 до 30 центов за час, что, в принципе, было приемлемо. Впоследствии уже я узнал, что можно как альтернативу использовать Google Cloud, где можно те же 8 ядер машину арендовать за 20 центов в час, причем это будет, как я понимаю, не спот, а машина с постоянной ценой, которая там практически не прерывается. Есть какая-то небольшая вероятность того, что она будет прервана раз где-то в несколько дней, но при этом все данные сохраняются. И при этом они еще там дают какой-то стартовый бонус, который позволяет очень много крутить. Для того, чтобы это все в ограниченной памяти обрабатывать, что можно было, соответственно, делать? В первую очередь, поскольку у нас много пропущенных признаков, можно было использовать, соответственно, разреженные матрицы. В случае питона разреженные матрицы у нас предоставляются пакетом skype sparse, и их есть, на самом деле, там достаточно большое количество. Дефолтный вариант я здесь даже не рассматриваю, такой вариант по умолчанию, в которой происходит преобразование там. Это матрица по координатам, и она, честно говоря, конкретно в этой задаче была не очень удобна. Более интересные были следующие. Первое — это матрица в формате по строкам, когда у нас, естественно, есть массив значений, массив индексов, и есть массив промежутков, соответствующих каждой строке, который указывает range в этих, соответственно, массивах индексов и значений, позволяющий очень быстро выбрать данные для конкретной строки и преобразовать их в формат. Таким образом, храня, например, данные в таком формате, можно очень легко выбирать из них сэмпл, например, разбивать на фолды и так далее. Это происходит весьма быстро. Если же попытаться из такой матрицы выбирать какие-то столбцы, то там уже будет проблематично, поскольку придется сканировать, по сути, все эти массивы при выборе столбцов. Это будет намного медленнее. Кроме этого, соответственно, есть матрица, аналогичная по столбцам, в которой, в общем-то, все то же самое только по столбцам. Выбирать строки теперь дорого, зато дешево выбирать конкретный столбец. И, в общем-то, такую матрицу было удобно использовать, когда, например, я использовал, вычислял какие-то признаки по столбцам, например, пытался преобразовать признаки к нормализованному рангу, для этого, соответственно, можно, используя матрицы по столбцам, выбирать достаточно быстро один столбец, обработать его, записать результат. Кроме этого еще, эти матрицы, они хороши, когда они уже построены, но их достаточно неудобно конструировать, если это происходит неподряд. И поэтому есть такой третий вид матрицы, который предназначен именно для момента, когда идет еще конструирование. Это LIL-матрикс, который, на самом деле, очень похожий на CSR, она также по строкам, но вместо единого вот такого массива под значение, под индексы на все строки, в LIL-матриксе используются для каждой строки, для каждой строки свой отдельный массив индексов, свой отдельный массив значений. Таким образом, если мы хотим установить значения для конкретной строки, например, мы пересортировали как-то данные, их по той же самой минимальной дате, и хотим, соответственно, записать туда значения, мы в случае CSR-матрикс постоянно бы переписывали эти большие массивы, в случае LIL устанавливаем только небольшие достаточно кусочки для конкретных строк, а впоследствии ее можно уже быстро преобразовать в CSR или CSC. Ну и кроме этого, разумеется, вместо того, чтобы все эти данные, пока они еще находятся в dance-форме, загружать в память одним разом, разумеется, все это можно делать по кусочкам. То есть при первоначальном преобразовании можно читать это батчами из CSV-файла, собирать CSR-матрицы для батчей, потом их все объединять, что происходит, опять же, достаточно быстро и требует мало памяти. Аналогично, соответственно, при каких-то вычислениях фич, которые нужны, которые, соответственно, требуют dance-формы. Собственно, дальше я расскажу немного про решения других участников, которые мне показались интересными. Там было достаточно много идей. Сначала решение команды Аши Белуги, которые заняли в итоге первое место. Они что нашли? Того, что не нашли мы. Во-первых, они нашли, что есть две группы станций, конкретно станции с нулевой по одиннадцатую, с двенадцатой по двадцать третью, которые оказались очень имеют похожую структуру. И если построить матрицу вероятности перехода между ними, то они были очень сильно похожи. Соответственно, поэтому они предположили, что можно попытаться комбинировать признаки из этих различных станций. И, соответственно, просто стали использовать суммы произведения соответствующих признаков от этих станций. Что, соответственно, дало им просто. Второе. Помимо кодирования дат, количеством примеров, как мы делали, они использовали это же кодирование для числовых фич. То есть, как оказалось, некоторые конкретные точные значения этих числовых фич были очень важны. И, соответственно, если кодировать именно их, то получался некоторый хороший результат. Плюс, соответственно, интересный момент. Насколько у нас было время, мы уже определили, что там есть недели, можно проводить нормирование числовых фич по времени. Потому что, в принципе, было видно, что активность по станциям является непостоянной на протяжении всего времени. Были там станции, которые были активны несколько недель достаточно сильно, потом их активность снижалась и так далее. И поэтому действительно имело смысл произвести нормирование по каждой неделе, таким образом учесть вот эти вот отклонения, связанные со временем. И, соответственно, еще интересные фичи, которые они использовали, они рассчитывали среднее расстояние во времени до ближайших эндсбоев. То есть они брали, сортировали строки по времени на какой-то станции, на которой было достаточно мало промежуточных значений, и рассматривали от каждой строки там ближайшие сколько-то сбоев, они, по-моему, не написали, к сожалению, число. И рассматривали на каком расстоянии в будущем или в прошлом они, соответственно, отстоят. И, соответственно, вычисляли вот это среднее расстояние. Разумеется, это также, поскольку фича использует таргет, надо делать с учетом циверазбиения. И, соответственно, в общем-то, такая штука позволяет определить сгруппированные по времени моменты, когда больше происходит сбоев. Ну, и, соответственно, аналогично тому, что мы использовали количество деталей в конкретный момент времени, они это также расширили на значительно большие диапазоны. Один момент времени, как у нас, я напомню, это 6 минут, они расширили это там на полчаса, несколько часов и несколько дней. Таким образом, считали, насколько была станция нагружена в таких больших диапазонах. Но более интересно, что они делали, стояло в том, собственно, как они обучали модели. Ну, во-первых, они даунсэмплили строки, в которых не было дубликатов. Таким образом, несколько устраняли смещение для своих моделей и позволяли моделям быстрее обучаться. Кроме того, за счет того, что они обучали несколько экземпляров моделей в каждом фолде, такой даунсэмплинг, он работал, в общем-то, как вариант баггинга. И они использовали очень интересное разбиение для кросс-валидации. Вместо стратифайд по таргету, как это обычно делали, они, соответственно, использовали, так как они назвали ликстратифайд кфолд, то есть разбивали на фолды с приблизительно одинаковым распределением дубликатов. Что, в общем-то, действительно, наверное, очень хорошая идея, поскольку у нас из-за того, что количество дубликатов в различных фолдах, судя по всему, действительно отличалось, получалось, что скорость, соответственно, предсказания модели на разных фолдах в среднем различны, потому что как раз в дубликатах и содержится на самом деле большинство информации. И получается, что, когда мы это выводим на уровень стекинга, это дает некоторый шум, вообще говоря. Они за счет ликстратифайд кфолда смогли это действительно устранить, и судя по таблице, которые они выкладывали, у них их кросс-валидация прекрасно просто отражала как паблик лидерборд, так и в дальнейшем прайват. Команда DataProvertyAvengers, которая заняла третье место, они, соответственно, что делали? Они расширили лик на конкретные станции. Вместо того, чтобы сортировать по минимальной дате, как это делалось, они брали станции, на которых не очень много пропущенных значений, и, соответственно, сортировали по времени на этой станции. Таким образом, с одной стороны, формировались группы внутри этих станций. Я, честно говоря, не думаю, что это сильно помогало для ранних станций. Они написали, что это помогло очень для станций 29 и 30. Это, в общем-то, как раз те станции, с которых начинались вот эти различия в дубликатах. И, судя по всему, за счет использования вот этого лика применительно к этим станциям, они смогли очень хорошо захватить вот эту более тонкую структуру. Аналогично Ашевелуга они использовали как раз информацию о том, как много было сбоев в некотором диапазоне времени. Только вместо того, чтобы использовать среднее расстояние, они сделали rolling min от таргета, ну, опять же, с учетом разбиения по фолдам, при, соответственно, сортировке строк по минимальной или максимальной дате. Таким образом, опять же, эта фича помогает захватывать какие-то периоды, в которые происходит большее количество сбоев или меньше. Причем, они пишут, что им особенно помогли большие окна, то есть, на несколько тысяч строк. Судя по всему, это было связано с тем, что они позволяли захватывать большие периоды, когда все было хорошо. Кроме того, они нашли то, что некоторые категориальные признаки с большим числом значений оказались действительно очень полезны. Соответственно, после применения для них BSNMin, то есть, они брали Min от Target, опять же, посчитанный с учетом фолдов, и это позволило различить некоторые среди строк, в частности, как раз помогало на дубликатах. Плюс, соответственно, они не ограничивались кодированием пути проходения, кодированием начальной и конечной станции. Они использовали более широкий набор признаков, которые кодировали путь прохождения через станции, что также, возможно, помогло им. И последнее улучшение, которое они сделали буквально в последние полчаса, стояло в том, что они взяли 25 своих лучших сабмишенов, после уже преобразования порогового, и, соответственно, посчитали у них медиану. И это им дало очень хороший прирост, их подняло на пару-тройку мест, по-моему, в паблик-лидер-борде. Интересно то, что мы тоже усредняли наши модели, но мы их усредняли до поиска МЦ, до поиска, соответственно, порога, таким образом, у нас МЦ оставался после этого нестабильный. За счет того, что они взяли свои сабмишены после уже выбора порога, они таким образом устранили вот эту нестабильность, за счет чего, соответственно, и вышли вперед. И очень интересное решение было у пользователя с именем из одних согласных, который занял четвертое место, при этом он вошел в соревнование за неделю, сделав просто сэмпл сабмит на отсечке, и после этого стал уже что-то делать. И завершил соревнование за 12 сабмишенов, при том, что большинство в топе имели от 100 сабмишенов, а там некоторые команды, в частности, мы имели под 200, кто-то вообще под 300 сабмишенов. Что он сделал? Он стал как раз с самого начала ориентироваться на то, чтобы сделать как можно более стабильную модель. Для этого для моделей первого уровня он использовал различные подмножества станций. Он брал эти подмножества насколько я понимаю от первой станции до некоторой станции как бы в конце и останавливал его где-то на 27 станции, на 28 на концах линии и так далее. И, соответственно, по каждому из таких подмножеств он обучал модели с бес числовыми признаками и с бес информацией из дубликатов. Опять же, останавливая вот эти подмножества на разных конечных станциях, у него получаются разные модели представляли как раз дубликаты разной степени точности с точки зрения вот этих последних станций. И таким образом ансамбль это все прекрасно захватывал. И второй интересный момент. Модели второго уровня он стал обучать только на дубликатах вообще. То есть он выкинул из обучения ансамбля те строки, у которых не было дубликатов. И собственно при прогнозировании на тесте для аналогичных этих строк просто выставлял ноль. И как он объясняет то, почему это было хорошо? Дело в том, что модели все хорошо прогнозировали действительно строки, где были дубликаты. Ну значительно лучше, чем единичные. Насколько я понимаю, практически у всех никто не выдавал в сабмешанных единиц для строк одиночных. Но это происходило просто из-за того, что модели выдавали низкие скорые. Хотя были команды, которые изначально все модели просто обучали только на дубликатах, за счет чего ускоряли процесс. Здесь же что получается? С одной стороны модели первого уровня, используя информацию по всем строкам все-таки извлекают некоторую пользу из этого, учитывая соответственно общее распределение признаков в рамках всех строк, а не только тех, где происходило что-то такое непонятное. Но когда мы обучаем модели второго уровня, когда мы отсекаем как раз нули от единиц, выбираем порог, нам на самом деле совершенно уже не важно какое там было распределение между вероятностей внизу распределения, где строки плохо предсказывались и все равно переходят в ноль. Таким образом обучая модели второго уровня только на тех строках, у которых заведомо скоры несколько выше и они вероятнее попадут в соответственно Submission он таким образом делал то, что модель как бы более учитывала как раз взаимное распределение результатов именно в том районе, где как раз будет происходить отсечение, что судя по всему как раз и давало некоторое улучшение результатов. Кроме того, он использовал очень интересный подход кросс-валидации. На первом уровне он разбивал все фолды прямо группами. То есть например, Russia, Beluga они разделяли группы, но учитывали распределение результатов. Он брал группы фолды целиком. То есть или все дубликаты входят в какой-то фолд, или все нет. На втором уровне он использовал уже другое разбиение, обычный certified caffold, но при этом получался только на нуля. А для выбора МЦ, чтобы как раз увеличить стабильность, вместо того, чтобы просто выбирать тот, где результат был лучшим, он брал скользящее окно некоторого достаточно большого размера, считал в нем распределение получающихся МЦЦ и выбирал нижнюю границу доверительного интервала 99%. Таким образом он получал по всей видимости весьма стабильный способ выбора МЦЦ и в общем-то у него тоже с валидацией все срослось. Собственно на этом у меня все. Есть какие-то вопросы? у меня вопрос про метрику от МЦЦ, тоже первый раз увидел сегодня. Вот, ну, как она себя ведет и чем она от F1 с кортом или от других вот, которые на... Сейчас давайте я перелистаю этот слайд. Ведет себя она на этом на этом по крайней мере соревновании весьма нестабильно, но это скорее связано с количеством положительных примеров. Но в целом я, честно говоря, тоже эту метрику видел в первый раз. по тому, что я прочитал, она очень хороша тем, что как раз позволяет наиболее полно захватить информацию из Confusion матрица. Но, честно говоря, я не анализировал глубоко по тому, что она из себя представляет. То есть, в отличие от F1 меры, это не просто какое-то усреднение точности полноты на каком-то отсечении. Эта метрика, насколько я помню, может быть проинтерпретирована как геометрическое среднее между коэффициентами в регрессии, между предсказаниями, соответственно, и реальными значениями, и, соответственно, двойственной регрессией. Особенно много сказать про нее не могу, наверное. Хотел спросить, а вот из бизнес-полезных фич, которые лик не использовали, которые информацию из будущего не использовали, что интересного там было видно? По поводу информации из будущего, чтобы не использовали, таких фич, наверное, никто практически даже не искал, потому что у нас информация из будущего всюду была. То есть, насколько я понимаю, задача все-таки состояла не в том, чтобы предсказать сбои будущих деталей, а для того, чтобы оптимизировать процесс оценки качества, когда у нас выбирается какое-то подмножество деталей для того, чтобы определить, какие из них бракованы и какие нет, и оценить, соответственно, общее количество брака. Для этого как раз неплохо бы уметь определять это потенциальное множество, даже зная брак из того же набора деталей в каком-то промежутке как в прошлом, так и в будущем. ну и, собственно, из интересного, что было полезно, пожалуй, каких-то таких вот суперединичных фич я не видел ни в своем решении, ни в написаниях участников, то есть были некоторые хорошие взаимодействия между прохождением деталей через конкретные станции, то есть там даже в скриптах в общем-то был пример, когда детали, проходившие через какую-то пару станций в определенном порядке, они имели значительно больший процент сбоев, то есть это могло в частности объясняться тем, что некоторые станции в процессе были какими-то станциями тестирования или чего-то такого, куда изначально направлялись потенциально подозрительные детали, но опять же чего-то другого подобного я не помню. А, нет, есть одна фича, которую я здесь не сказал, которая имеет бизнес-смысл, встретил в описаниях решений одного участника, участник рассчитывал также нагрузку на станции, но не просто по количеству деталей в конкретный момент, а по датам рассматривал даты как момент входа на станцию, переход на следующий, и таким образом отслеживал количество деталей, которые потенциально сейчас находятся на станции между какими-то моментами времени. И вот эта фича давала, насколько я помню, некоторый хороший результат. Ну, по сути, это нагрузка на станции. Кто-нибудь использовал подход, связанный с вооружением аномалий, то есть не строить какие-то деревья или нейросети, а просто построить, скажем, мгномерное вероятность распределения и где-то в его хвостах обнаруживать потенциально. Насколько я знаю, нет, никто не использовал. По крайней мере, я не видел других участников, мы тоже не пробовали. Добрый день, спасибо за доклад. Вопрос такой, вы исследовали фичи, возможные, связанные с человеческим фактором. Ну, условно говоря, что-нибудь такое, типа, день недели, связанный с временным интервалом. Ну, фичи, смысл такой, что, скажем, в четверг, там, во второй половине дня заступает какой-то там Вася, грустно говоря, да, после чего там количество деталей, ну, плохих бракованных увеличивается. Ну, примерно так. Мы рассматривали фичи, связанные со временем, в частности. Я имею в виду именно время и день недели, потому что, ну, людей наверняка на этом заводе, или что там, да, их много. Соответственно, тут как бы не просто нужно время выбрать. Да, я рассматривал как бы время, в том числе, внутри недельного цикла, но определить, был ли там какой-то человеческий фактор, понятное дело, невозможно, но тем не менее, ничего, ну, непосредственно в использовании дня недели или чего-то близкого полезного сходу не нашлось у нас. У других участников тоже в решениях я не видел вроде бы. То есть, может быть, действительно, там где-то был человеческий фактор, но в общей массе его, по крайней мере, не выделялось. Поздравим еще раз Алексея с шестым местом. АПЛОДИСМЕНТЫ